Всем привет! Вы на канале Алена. Сегодня мое видео посвящено пустым баночкам июнь-июль и захвачу чуть-чуть август, потому что, к сожалению, не было времени. Что-то как-то лето в этом году пролетело очень быстро и видео разделю на две части. Начну сразу с химии. Очень коротко я расскажу о химии. Объясню почему. В принципе, все ее знают и что тут говорить. Ну, ласка есть ласка. Да, хорошая. Да, хорошо отстирывает. И, в общем-то, чем больше флакон, тем, естественно, это дешевле. С этим спорить никто не будет. Почему беру для черных? Скажу, что если у вас какая-то одежда темная, то, конечно, со временем краска вымывается. И ласка для черным все-таки сохраняет цвет. Мне она этим очень нравится. Я ее всегда имею в запасе. Кстати говоря, двухлитровая бывает, кстати, очень-очень редко со скидкой. Поэтому вот за все время попала один раз. Естественно, я ее купила. Следующее, что любимое средство. Слышите, да? Они пустые. То есть я никого не обманываю. Все это я пользовалась сама. Это средство для туалета, ванн. Я уже неоднократно говорила, что для своей цены оно просто шикарное. Продается оно в фикс-прайсе. Стоит 55 рублей. И я думаю, что многим людям тоже очень понравится, если они ее попробуют. Даже если у вас уже плохая эмаль на ванной, нужно ее нанести, оставить на несколько минут. Ну, знаете, может быть, 5-7 минут. Кому сколько. И после смываете. Все отмывается очень хорошо. Здесь написано, что оно для туалетов, но я использую его и для ванн. Следующее, что Комет. Одно из лучших средств. Единственное, что, опять же, могу сказать сразу с акциями. У них очень в последнее время как-то сложно. Комет покупаю именно из-за того, что хорошо отмывает. Пользуюсь, кстати говоря, не часто, потому что цена на него в последнее время стала очень-очень кусаться. А так как, сами понимаете, такие вещи, как туалет, ванна, моются очень часто, то смысла нет говорить. Ферри. Ну, что говорить о ферри, кто не знает ферри. В общем-то, закончилась. Она очень экономична. И да, иногда покупаю и ферри тоже для разнообразия. Следующие пойдут кондиционеры. О компании Фаберлик. Кто смотрит мой канал, те хорошо знают, что Фаберлик я заказываю обязательно. Очень много у меня практически, я не знаю, 50% химии, то, что есть в доме, от компании Фаберлик. Даже, наверное, больше, чем 50, наверное, все 90. Наврала. Значит, почему покупаю летом? Это вообще супер шикарно. Потому что, когда ты пришел, и, знаете, ты приходишь с улицы. Было в этом году лето было в Подмосковье достаточно жарко, особенно один месяц. И оно все влажное, и ты приходишь влажное, сама хочется, естественно, это все как-то освежить. И вот такие вещи, как кондиционеры, очень хорошо помогают. Объясню почему. Потому что, в принципе, они очень экономичны. Я ставлю на небольшой режим машинки. И таким образом ставлю на небольшой режим. И это дает возможность мне освежить белье. То есть, в принципе, стирать его как таковое не нужно. Средства для мытья посуды. Я уже неоднократно говорила, что на даче у меня система ТАПАЗ. И, к сожалению, не все средства выдерживают вот эту систему. Кстати говоря, ферри я на даче не пользуюсь. Там у меня оставалось просто немножко. Но думала уже допользуюсь. И опять я об этом пожалела. Потому что опять в ТАПАЗе образовался запах. И, конечно, может быть, кому-то будет мой опыт полезен. То есть, ферри и ТАПАЗ, к сожалению, несовместимы. Фаберлик для мытья посуды, могу сказать точно, что он разводится, хорошо мылится. Очень хорошо подходит в ТАПАЗ. Вот лично тот, который стоит у меня, на него не реагирует. Поэтому я, естественно, его покупаю. А так как летом достаточно много здесь мытья и приходится использовать моющие средства для банок, для всего, то, конечно, не хотелось бы, чтобы вы вышли, в общем-то, на улицу. У вас ТАПАЗ жутко вонял. По-другому даже никак не скажешь. Ну, лимон, мята, у меня их две. Но чтобы убедиться, вот, пожалуйста, два одинаковых средства. Ещё, наверное, давайте закончим с посуды. Естественно, покупаю всегда это мыло для кухни. Очень хорошо. Вы знаете, я вообще вот от мыла для кухни чисто в восторге. Хотя мне многие пишут, что там запах не удаляют, там чеснока и так далее и тому подобное. И поэтому я смотрю, на многих уже перестали писать, что он удаляет запахи. Вот аромата яблока и нету. Но я не могу пожаловаться. Тот чеснок, который и лук есть у меня на даче, в общем-то, запах Фаберлик не оставляет на нём. Не на досках, не на руках. Мне он очень нравится. Ещё одно средство – это, естественно, для белья. Опять компания Фаберлик. Очень мягкая. Вы знаете, вот есть вещи, особенно летние, которые, вы знаете, как бы не гладятся. Но в то же время, если у вас жёсткая вода, одевать их без кондиционера на тело просто неприятно. Поэтому покупаю вот такие вот бальзамы-кондиционеры, чтобы, в общем-то, было достаточно приятно в коже, чтобы был такой аромат нерезкий. Потому что летом всё-таки не хочется резких ароматов. Хочется такие лёгкие цветочные нотки, как правило. Ну вот у Фаберлика здесь, конечно, у кондиционеров очень большой плюс. Ещё один кондиционер. Здесь ещё идёт защита из света. Представляете, сколько ушло за лето? То есть их получается, кондиционеров ушло целых четыре, да. Вот, кстати. Ладно, вернусь чуть попозже. Их ушло целых четыре. Опять же, кондиционер для белья. Опять же, компания Фаберлик. Здесь ещё идёт защита цвета и волокон. Но не знаю, насколько это правда, потому что определить, защищает цвет или нет, это вообще очень сложно. Единственное, что могу сказать, очень приятное на кожу бельё. Особенно я люблю такие вещи летом, которые не надо гладить. Они, ну, как бы, я не знаю, из чего они. Честно, я не портной, не могу сказать, из чего. Ну, и не буду, наверное, так сильно загружать вас. Вот ещё один кондиционер. Потому что всё-таки кондиционеры очень-очень выручают. Опять я скажу, что компания Фаберлик мне нравится тем, что они очень концентрированные. Их хватает надолго. Нету сильного резкого аромата. И, знаете, у него такие тонкие нотки, что, в принципе, если вы его нальёте поменьше, бельё будет мягкое, но в то же время не будет вообще практически никакого аромата. И есть у них там для детского белья, там не будет аромата совсем. Ну, ладно, я тут, честно сказать, заболталась с этим. Давайте ещё вот их сейчас все покажу. Их вот четыре. Вот видите, целых четыре ушло за лето. Но у нас не так много, в общем-то, народу на даче в этом году. Вот. И одна большая ласка. В принципе, не так много. Следующее средство. Очень долго оно у меня лежало, валялось на даче. Наконец-то я его использовала с большим трудом. Это пятновыводитель. Покупала я его в фикс-прайсе. Скажу, почему долго. Я не знаю, несколько лет. Я им, в общем-то, пользовалась. Объясню почему. Потому что топаз очень сильно на него реагирует. Хлора там очень много. И, в общем, опять повторяюсь, аромат, запах совсем бы не хотелось. Вот. Поэтому, естественно, я пользовалась крайне редко. Редко им при острой необходимости. Поэтому, я не знаю, года, наверное, два-три. Даже не могу сказать, сколько, честно. Чтобы никого не обманывать, достаточно долго я им пользовалась. И, ну, с другой стороны, я не этот... Хотя, видите, здесь написано, свободно от хлора, активных кислород и так далее и тому подобное. Ну, я не знаю. Но топаз реагирует на него. Очень быстро, очень хорошо. Сразу появляется сначала небольшой аромат. Если, как бы, не предпринять, там, мы, например, кефир туда, я покупаю, бегу, сразу покупаю кефир. И все это дело, быстренько запах уничтожается. Если это не предпринять, то вот... Хотя написано, свободно от хлора. Не могу сказать вам, почему вот так вот. Поэтому, к сожалению, вот сдачей, где есть некоторые средства, плохо реагирует мой топаз на некоторые средства. Поэтому, к сожалению, ими не пользуюсь. Или уж крайне-крайне редко. Вот это весь мой обзор. А в этот раз обзор достаточно такой небольшой. Все у меня падает. Сейчас я вам покажу все, что ушло. Но, в общем-то, химии, вы сами понимаете, не так много я пользуюсь. Вот на этом я с вами прощаюсь. Вы были на канале Алена. И сегодня мое видео было посвящено пустым баночкам химии. Вот за два с половиной месяца. Всем пока!